Друзья, всем привет! Перед тем, как вы перейдете к просмотру данного видео про NFT, хотел бы вам сказать, что 21-22 апреля в Москве состоится форум на тему крипты, блокчейна, DeFi, NFT и все, что с этим связано. Я обязательно на этой конференции буду, а по промокоду криптооптимист вы получите скидку на билет. Кстати, помимо выступления известных криптоспикеров, на Blockchain Live будут проходить разные мастер-классы, конкурсы для стартапов, что очень актуально на сегодня, это ярмарка вакансий, а также нетворкинг для эффективного поиска контактов и отдельный нетворкинг для быстрых деловых знакомств. Ссылка будет в описании к этому видео, обязательно оставлю. Прошлое видео об NFT-токенах мы закончили рассуждениями о ценности, а сегодня давайте поговорим о заработке на NFT-токенах, о компаниях, использующих NFT и, конечно же, о перспективах. Итак, уникальность NFT-токенов позволяет их владельцам иметь дополнительные возможности заработка. Об NFT мир узнал посредством эфириум игры «Криптокотики», на примере которой я вам все и расскажу. В этой игре игроки впервые и получили возможность самостоятельного создания уникальных токенов. Для создания требовалось взять двух котиков, они же являются NFT, и получить от них потомство в виде котенка, новорожденного NFT. Каждый котенок уникален и игрокам доступна покупка котят. NFT-формат разработчики ввели как раз для того, чтобы решить вопрос с доказательством уникальности каждого котенка и правом на конкретное владение. Такое решение гарантирует, что любой участник игры может быть уверен в невозможности изменения ни разработчиками, ни третьими лицами его котенка, который является токенизированным виртуальным активом. Цена каждого котенка может как расти, так и снижаться в зависимости от спроса. А скрещивание котят, как вы уже поняли, позволяет получить новое уникальное потомство, которое иногда может значительно превосходить в цене своих NFT-криптородителей. Самый дорогой криптокотик был продан в 2018 году примерно за 600 эфиров. На тот момент в долларах это было 172 тысячи, а на момент записи этого видео чуть больше чем 921 тысячи долларов. Криптокетис далеко не единственная игра, где на данный момент существует возможность зарабатывать на токенах NFT. Вот компании, которые используют NFT. Samsung. Его разработчики создали криптокошелек Engine для своих смартфонов, а в кошельке есть функционал для хранения NFT. Формула-1. Ее представители заключили договор с разработчиком видеоигр Animoca Brands по поводу создания блокчейн-игры F1 Delta Time, в рамках которой можно будет создать свою коллекцию NFT, а токенами подтверждать права собственности на машины и другие игровые предметы. Nike при помощи NFT токенизировала коллекцию кроссовок. Владельцы этих токенов могут обмениваться ими, продавать их на рынке или менять на реальную обувь. NFT токены позволяют применять блокчейн-технологии в совершенно новых отраслях. Помимо сферы развлечений, коллекционные токены возможно задействовать, чтобы оцифровать права собственности на недвижимость, землю, любые документы, билеты на концерт и т.д. Но никуда не денешь главное, в ближайшем будущем NFT вполне может стать полноправным паспортом на принадлежащие вам объекты в цифровом виде. Уверена, что NFT токены упростят процесс управления собственными активами и позволят осуществить передачу прав на любые активы без посредников и больших затрат. А у меня на этом все, если вам было полезно, то не забудьте поставить лайк, и если есть вопросы, пишите в комментариях. Всем пока и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok